Я вас категорически приветствую, Алексей, добрый день. День добрый. Острого дня, господа ножеманы. Представься, пожалуйста. Меня зовут Алексей, фамилия моя Пономарёв, и я представляю портал Бруталика. Это магазин, видеоканал и прочее продвижение ножевой темы в блюде. Что же у нас сегодня есть? Сегодня будем рассказывать о прекрасном. Не часто, к сожалению, эти ножи уходят в работу, но восхищаются этими ножами всегда и все. Сегодня будем говорить с вами про Rocksteed. Чья это контора? Это японская компания, у нас эту компанию представляет компания Kasumi, и они чертовски интересны, потому что сильно выбиваются из общего объёма ножей, потому что они красивы, дороги и безумно технологичны. Что посмотрим первым? Я, наверное, облачусь в варежке, потому что Rocksteed требует всё-таки аккуратного обращения. У меня две левые, обращаю внимание, буду ловко хватать. Начну, конечно, с маленькой козявочки, наверное, именно с этого ножа и началось знакомство с Rocksteed у большинства ножеманов, потому что он маленький, потому что он доступный и потому что он продавался абсолютно в безумных количествах. Зовут его, насколько я помню, Чоу. У меня тяжело с японским уж простить. Это вот такой маленький мерзавчик, который позиционируется как шейный ножик. Шейные ножи не самая популярная тема у нас в России, но она весьма популярна за рубежом и крайне популярна в пляжных странах. Это предмет для того, чтобы его на цепочечку, на шнурочек повесить себе на шею и носить. Я уж думал шею перерезали, только обрадовался. Носить тихонько под футболочкой. Кстати, да, под футболочкой. Всё-таки Маугли должен быть немножко скромнее. Снаружи носит только Бармалеи, типа нас. Чоу – очень забавная штуковина, он удобен абсолютно всем. Я просто знаю лично дофига пользователей, потому что все остальные ножи – редкость, а вот этот действительно в руках у людей в большинстве случаев встречается. Маленький и безумно удобный. Не знаю почему. Его на три пальца всего берёшь в руки, а то и на два, у кого сардели потолще. Но всё как-то так продумано, что просто безумно клёво. Красота. А он для чего вообще вот такая форма? В первую основную очередь, как понятно, это длинный рез, т.е. это взять и длинно отрезать, что-либо не толсто. Для стейка подойдёт разделать штанину, мало ли, с ногой что-то приключилось, ну или, не дай бог, супостата какого. Красиво. А что это за штанг? РС типа Р18, вот он хрупковат, а этот имеет ещё за счёт дополнительных элементов вязкость. Т.е. Рокстит поломать гораздо сложнее, нежели нож из той же Р6, М5, Р18 и прочих быстрорезов, которые мы считаем дешёвыми и отечественными аналогами. А полировку хорошо держит? Полировку держит безумно, потому что это чёрное покрытие, все ножи, которые имеют чёрное покрытие, это DLC. По-русски его почему-то переводят как алмазное покрытие, там твёрдость уходит за 70 единиц далеко, и он практически не царапается. Полируются все ножи Рокстит абсолютно вручную, это всё труд долгий и упорный, и за счёт этого покрытия свой товарный вид он держит долго. Там безумное количество углерода, именно из-за углерода, кстати, ножи ржавеют. Чем больше углерода, тем лучше режет нож, чем больше углерода, тем он больше ржавеет. Именно поэтому требуется это самое покрытие, которое и даёт возможность не пропустить влагу к тому самому углероду. В ножнах держится отлично, т.е. явно не выпадет на шее. Помимо как шейник, эти ножики ещё с удовольствием носят на ключах. Размер позволяет или через карабинчик на шлёвку джинс, он болтается просто, в нужный момент выдёргивается, или просто как брелочек. Уж поверьте, когда большая вязанка ключей, такой предмет даже совсем не чувствуется. Так, кто у нас следующий? А следующий мы, наверное, возьмём и пробежимся просто по вот этой вот серии. Это у нас ножи Тэй в двух цветах, это Шин и Чи. Простите, в нём мой японский. Расскажу, наверное... Да нет, не расскажу. Расскажу сначала о том, что такое Рокстит и вообще откуда его ноги растут. Рокстит – это компания изначально технологическая. Она производила станки, высокоточные обрабатывающие станки, и только потом обернулась в сторону ножей. Что сие значит? Это значит, что у людей безумный парк точнейших металлообрабатывающих станков. Именно на них, они и на них, и на специально сделанных для ножевого производства, они и колбасят вот эти вот самые безумные красивые ножи. Как вот пример этот самый Тэй. Это весьма стандартный нож, у которого из двух половинок алюминия сделана рукоять, сделаны вот такие вот выточки, совершенно уже нестандартные. И сюда заложено саме. Что такое саме? Это почти то же самое, что у меня на ладони, но это натуральный элемент – это кожа ската. Взяли рыбку, разделали, сняли с неё кожу и поставили вот в эти самые лунки. Это натуральный скат. Не очень просто стабилизировать саме в таком виде, чтобы вот эта кожа адекватно встала в столь сложные формы. Но, тем не менее, Рокстит это делает. Не потому, что это дорого, а потому, что это Япония, это классика, и это же саме использовалось абсолютно во всех японских холодных мотивах. Что катаны, что танта, что вакидзаси, что любое парадное оружие. Оно всё украшалось всегда этим самым саме. Именно поэтому Рокститы рыбок и валят. Замки здесь у всей серии стандартные. Это лайнер-локи. Наверное, он имеет немножко другое название, потому что это не совсем лайнер-лок. Но будем называть его лайнером. Закрывается он следующим образом. Мы вот в моём случае указательным пальцем, в случае пользователя большим пальцем, вот эту пластинку отжимаем в сторону, и нож можно сложить. Мы его вот в варежке. И ножик складывается. Просто показываю на камеру, чтобы это было видно. Вот эта пластина запирает пяточку. В наше страшное технологическое время дофига людей понятия не имеет, как работает лайнер-лок. Работает он хорошо, надёжно. Большим пальцем отодвигаем, складываем, большим же пальцем открываем. Вот он становится на фиксатор. Складной нож стандартно работает так. Именно такие ножи, 80% ножей складных делается именно с этим замком. В принципе, Рокстит тоже посчитал, что это удобно, нужно, необходимо и удобно. Носятся эти ножи на кармане. В силу моды большинство ножей всё чаще и чаще получают глубокую эклипсу. Это значит, что вот этот хвостик, он заходит, нож падает в карман, да, и хвостик остаётся снаружи. И вот эти ножи с глубокой эклипсой, они не видны в кармане, они висят до вот этого состояния. То есть, вы никого не пугаете, тем не менее, нож с собой носите. Есть ножи, у которых эклипсы немножко повыше. Это когда вот так вот видно винтики, и мы понимаем, что когда он утопает в кармане, то торчит он уже вот таким вот образом, глубже его не запихать. Вот такой хвостик уже торчит, и рыбак рыбака видит издалека. Уже понятно, что у человека на кармане ножик. Уже можно диагностировать хотя бы какой. Помимо классических форм, вот таких вот, это у нас клиппойнт, будем считать, задранный хвостик, такая щучка. Конечно же, японцы любят делать ещё и тантоиды. Вот это вот у нас считается танто, когда выраженный уголок у нас здесь находится. И вот эти вот красивые ножи из современных немножко уходят и в классику. Любой предмет из коллекции рокстит – это в любом случае произведение ножевого искусства. По-другому к ним относиться нельзя. Что не рокстит, то предмет искусства. Реально берёшь в руки и испытываешь некий трепет, потому что это не слесарный нож, не нож электрика, не нож на каждый день. Это нож, который пропитан неким духом. Для того, чтобы обычный нож получил такой дух, он должен провести на кармане владельца несколько лет, поистереться, получить 50-100-150 заточек, получить боевые зазубрины. И вот тот нож берёшь в руки, и из него исходит энергия вот этой движухи, которая у него была по жизни, и ты держишь его и чувствуешь его историю. С рокститом такая же история новая. Вот берёшь новый нож, и за ним уже вот из коробки достал, только он с завода приехал, а за ним уже вот этот шлейф долгой истории и долгих бессонных ночей создателей, которые сидели и его реально выпистовывали. Это нож воспитанный, рождённый, выношенный каждой линией, каждым движением. Позвольте уже посмотреть. Welcome. Это то, что помельче, и сразу уж передам побольше, чтобы было понимание, что вроде как одинаковые, а вроде и совершенно разные. Красота. Даже как-то боязно. Всегда боязно, к сожалению, но хочется. С любовью, я бы сказал, сделано. А уж заточено как. Слов нет. Красавчик. С заточкой совершенно другая история у Рокстеда. Тут особо не нарадуешься в единоличном вопросе. Есть объём ножеманов, которые любят взять и точить ножи. Брать нож для того, чтобы его точить регулярно. В этом есть своя медитация такая. С Рокстедом в этом плане, к сожалению, пробел, потому что самостоятельно это заточить нереально. Рокстед говорит, присылайте нам, мы будем их точить сами. Уж не знаю, платная это услуга или бесплатная, но фишка в том, что нож имеет в разрезе форму пули, и линзу точить в принципе большая проблема, скажем так. И на заводе они точат это именно на своих станках и покрывают обратно этими всякими покрытиями и полируют, потому что вручную это сделать нереально. Казалось бы, линза есть у обычной финки, стандартная, там, Хелли, Розель, ещё какие-то бренды классические. Да, это вот якобы пуля линза. Её можно точить, править на ремне с какими-то пастами, ещё что-то. При условиях такой твёрдости и такой полировки даже, наверное, на коже с пастами я бы не рекомендовал в Рокстид лазать никак, отправлять туда и делать там. То есть, заколхозить-то можно, но выглядеть будет безобразно, да? Да, одно слово – заколхозить, а тут уже совсем не хочется. При таком качестве поверхности, не знаю, даже браться-то как-то страшно. Вот, и это считается классическая история Рокстида, и в принципе по этим моделям их во всём мире узнают и знают. Но у нас сегодня с собой есть ещё несколько интересных вещей, и, наверное, пора идти к ним. Продолжу ещё двумя интересными модельками. Они, в принципе, как и предыдущие, сильно повторяют друг друга. Один просто побольше, второй поменьше. Это Хига и Хизен. Ножи тоже чертовски узнаваемы. Вот эта волнообразная рукоять очень и очень узнаваема на всех берегах. Здесь, в отличие от предыдущих ножей, есть парочка. Во-первых, у нас отсутствует саме здесь. Вот, напомню, что здесь у нас натуральная кожа ската, здесь её нет, это полностью металлическая рукоять. Этот нож оперируется одной рукой посредством вот этого замочка Liner Lock. У него хорошие, красивые плашки с двух сторон, которые совершенно не мешают, не имеют никаких прорезей, ничего. А вот здесь замок уже называется Frame Lock. И здесь вот эта плашечка, на которой стороне у нас есть вот эта вот самая клипса, у нас есть прорезь. Это у нас Frame Lock. И шпенёк передвинуть чуть подальше. Нож открывается, и пятку уже запирает не специальная деталь, а часть плашки. Вот эта полоса металла у нас заходит на пяточку и не даёт сложиться ножу. Закрывается, открывается он абсолютно так же. Не знаю уж, насколько это удобнее, переставление шпеньков туда или обратно, но нож очень целостно выглядит, и опять берёшь в руки, понимаешь, что это предмет, выстраданный долгими годами. И ещё один момент по замочку. Обычно ножи с Frame Lock чуть дороже, чем ножи с Liner Lock, потому что они и покрепче, и чуть технологичнее. Потому что вот этот самый Frame имеет там внутри деталь, которая у нас называется сухарём. Сухарь. Это значит, что алюминиевая рукоять имеет твёрдосплавную вставочку для того, чтобы этот замок не истирался об твёрдую сталь клинка и абсолютно адекватно его фиксировал на протяжении всего срока службы. А срок службы у Рокстеда лет 200, не меньше. Интересно. Ну такое, наверное, действительно держит сильно крепче. Никаких тебе люфтов, ничего. Не, люфты совершенно не история про Рокстед. Здесь вопросов быть не может. Всё сделано, чтобы русских унизить, я так считаю. Красота. Хищный. Несмотря на всю красоту Рокстедов, не знаю, честно сказать, обязательно поинтересуюсь впоследствии этим, есть ли у них модели для левшей. Потому что здесь вижу чистый геноцид. Клипса находится на правой стороне, носится он в правом кармане и открывается он правой рукой, потому что для левши этот замок уже неудобен. На самом деле левши обделены вниманием ножевиков, и многие уже пристрелялись, но тем не менее все эти замки, и фреймы, и лайнеры, они в большинстве своём всё-таки рассчитаны на праворукового человека. И в Японии, видимо, тоже. Говорят, у них нет левшей, они их с детства переучивают насильно, и в результате всё вот так. Кухонные ножи у них же тоже струк. Да, тоже все под правшей. Странная история. Дисциплина. Да не знаю, про эти, наверное, рассказывать больше нечего. Расскажу только что ещё один момент. Да, ножи эти называются нудистами. Это значит, что в ноже нет никаких других материалов, кроме металла. Нудист, голый. Была бы деревянная вставочка или кожа ската та же самая, нудистом назвать бы уже нельзя было. А так, нудист – это полностью металлический нож без дополнительных материалов. Очередной красавец от Рокстеда. Потихоньку перейду ещё на следующий замок посредством двух следующих моделей. Это у нас вот такой вот шу. У нас довольно большой обзор сегодня, но из всех ножей, наверное, именно шу, конкретно мне, понравился бы больше других в работе. Я, как пользователь, больше всего люблю ножи руками. Допустим, вдруг что-то случилось, и нож такой стоимости достался мне в ежедневный поюз. Почему они мне нравятся? Потому что есть вот эти вот чойлы. Здесь подпальцевая выемка, а здесь чойл. Вот эта вот часть, которая выходит на клиночек. Значит, его можно взять нежно, аккуратно и проводить мелкие работы. Мелкострогательные, ковырятельные работы. Как у нас всегда, ножи для чего? Чипсики открыть, колбаски порезать и при необходимости ложку выстрогать. Поэтому чем больше контролируешь ножик, тем он лучше сидит в руке. Здесь замочек, батонлок. Это значит, что вот такая вот кнопочка здесь есть. Но, к сожалению, жиганкой выкидуха он всё равно не является. Кнопочка всего-навсего освобождает клинок. Это довольно популярный замок. Ну, как популярный? Чуть популярнее, чем неизвестный. Потому что большинство ножей всё-таки лайнер и фрейм. Здесь замочек с кнопочкой. И открывается он абсолютно так же большим пальцем. И закрывается тоже большим пальцем. Нажали на кнопочку и сложили его дальше указательно. Очень удобный, очень выверенный нож. С хорошей гравировкой. И классическая японская сакура у нас здесь. Очень хорошо работающий. И я сам невелик, поэтому мне нравятся маленькие ножи. И мне кажется, что именно они чаще всего оседают на карманах. Большой тесак всё-таки носить неудобно и пользоваться им тоже не в кайф. Вот не знаю, разделит мой оппонент мои радости по поводу хвата или нет. Я не оппонент, я собеседник. Отличный. Отличный. Ну это да, это вот для работы совершенно очевидно, что что-то резать. Не строгательный какой-то. Не только это. Да. Не только возвратно-поступательные движения. Красота. Умеют же люди. Я когда-то трудился слесарем, токарем, фрезеровщиком. У меня такие вещи просто благоговейный трепет всё время вызывают. Я что-то даже оборудование не представляю. Каждый раз задумываешься, как далеко шагнул ЧПУ. Да. Здорово. Обращаю внимание, что точно посередине. Крутить ничего не надо. Вопрос в центровке-то клинков. Меня как торговца регулярно спрашивают, а клин посередине, а лайнер в начале. Я говорю, ребята, 40 долларов за нож, вы что хотите от него? Вот от Рокстеда можно хотеть клин посередине, лайнер в начале, сухарь нецелованный. А когда эти же требования пытаются предъявить к ножу за 40 долларов, за 140 долларов, настораживает. Слишком оптимистично, чтобы быть правдой. Давайте к этому относиться как к приятному бонусу. А вот в Рокстеде считать все эти факты непреложной, неотложной абсолютно частью. Потому что это действительно визитная карточка хорошего производителя, когда всё по центру, всё полировано, всё идеально. За 40 долларов скромнее надо быть, ёлка. Правильно. И конские требования не выдвигать. Произведение искусства. Слесарно-токарно-фрезеровочного. Молодцы, японцы. Специально держу паузу, потому что после этого шу хочется вам показать, видимо, по-япански это произносится как рю, вроде как добро. Вот новинка этого года – это нож свежий от Рокстеда. Он не особо отличается по размерам от предшественника, но у него абсолютно идеальный клин. Вот этот вот в японском стиле, этот обратный, у нас даже его называют иногда обратный танто. Вот таким вот образом срезан клиночек. Зачем это сделано? Для того, чтобы острие было, имело больше угол схождения и имело большую прочность. Это интересно, это удобно. Тот же самый push button lock. И вот такая уже безумно фрезерованная рукоять. Без гравизровочек, без ничего. Это тот самый, ну, наверное, в России всё равно будут называть Рио, вот такой вот нож с одной интересной особенностью. У него спрятана, заныкана клипса для ношения. Вот таким вот образом она выдвигается, и нож садится на карман. В классическом ноже клипса находится вот в этом положении, сбоку. А сейчас некоторые производители, причём обычно дорогие производители, почему-то начали вывешивать клипсу на спину ножа. Зачем это сделано, не совсем понятно, но красиво и интересно. Особенно интересно, что она вот таким вот образом кайфово туда ныкается и не мешает при работе, если рано или поздно этот нож эту самую работу увидит. Опять же, чойл, только чуть поменьше, и вот этот вот интересный клинок. В руке тоже чертовски интересно сидит. Прям как бритва. Чего только не придумаю это. Может, это связано с изменением моделей одежды, клипсы, такие карманы какие-нибудь другие? Да вот, чёрт-то знает на самом деле. Хотя удобно, я пару ножей таких носил, не сильно отличается. Руке непривычно хватать нож и вытаскиваешь автоматическим движением, а нож немножко в другом положении в руке оказывается. Но за пару дней пристреливаешься. Я замечу, что даже клипса настолько хорошо выточена. А она заходит, ещё звук, вот этот щёлк обратно, щёлк туда, он очень вкусно происходит. Выдвигать-задвигать можно часами, даже, пожалуй, покруче, чем пупырышки пластмассовые лопать. Настолько хороша. Выдвигать-выдвигать часами, это по Фрейду. Как красиво вообще, молодцы. И тут лёгкие насечки под палец, чтобы ничего не соскользнуло. Наверху. Этот под руку побольше. Под мои мелкие руки великоват. Тут в самый раз. Ещё один момент по поводу формы клинка. Это немножко похоже на тот самый профиль Варнклифф, который я очень люблю и регулярно пропагандирую. Мне он интересен чем? Вот классическая, как у нас называют щука, клиппоинт по-человечески называется. Когда мы им режем на той же самой доске, то в неконтролируемом и ненужном затуплении участвует некоторый участок лезвия. Когда мы режем на той же самой доске, я постараюсь показать, рассказать вот таким вот образом, мы нарезаем вот так вот. Режем, шинкуем, и у нас большая площадь клинка, неконтролируемая рука всё равно же выше-ниже елозит, и тупится о ту же самую доску. Не дай бог стеклянную, руки бы оторвать тем, кто их придумал. Вот. А нож типа Варнклиффа или вот такой вот подобный нож. Когда мы его ставим на доску, у него тупится всего одна точка. Мы его поставили и шинкуем, режем. Его невозможно, даже если мы его наклоним вот так, всё равно он касается доски всего одной точкой. И поэтому неконтролируемое, ненужное затупление происходит только в одной точке. И я считаю, что эти клинки значительно интереснее, нежели все остальные клиппойнты. Кстати, таким же образом примерно сделана та же самая дэба, японская топорикообразная, грубо говоря. Вот такая хитрая новинка. Рио, он же Рио, с пашботтенлоком и выдвижной клинц. Ой, отличный. Я начал мечтать о таком. Хорошая штука. Удобная. Ну и в кадре у нас появляются фиксы. Что такое фиксы? До этого мы рассматривали фолдеры. Фолдер – это нож складной. Вот слово фолдер. Фиксы – это ножи с фиксированной рукоятью. Ножи не складные. И, наверное, именно те, которых вы ждёте больше остальных. Это безумная классика. Причём классика на современный манер, потому что здесь вроде и не классический танто, здесь вроде и цуба-то не совсем цуба, а стандартная гарда. Но, тем не менее, это предметы всё того же высочайшего ножевого искусства от компании Роксит. Здесь снова натуральные материалы в нутрях. Там у нас снова этот самэ, кожа ската. Здесь сталь UXR7. На самом деле, весь Роксит работает практически всего с двумя сталями. Они работают с этой самой семёркой, которую они калят на 65 единиц. Это много. На самом деле, нож, который, чтобы обычный зритель понимал, нож, калённый на 60 единиц – это тот нож, который уверенно царапает бутылочное стекло. 65 – это уже реально много. 67 – это уже любое стекло, кончиком вы расписываетесь на лобовом стекле автомобиля. Это твёрдо, это действительно большой труд по закалке. И Роксит работают с двумя сталями. Это с семёркой на 65 единиц. И со сталью ZDP 189 с твёрдостью уже на 67 единиц. Что приятно, по марочнику стали, та же самая ZDP 189, калится аж до 69, но производитель считает свою золотую середину, не добирает 2 единицы до максимума и ставит 67 на ножи из ZDP. Это значит, что много не значит хорошо. Производитель решил и свои ножи выставляет именно так. Клинок весьма крупный, здесь практически 140 на клин уходит на длину. Ухватистость абсолютно идеальная, потому что это всё-таки классика. Здесь и мынуки в таком тибетском стиле, там какие-то ваджеры прикрученные изнутри, и оплётка из синтетики. В руке сидит абсолютно идеально, потому что это всё-таки действительно, повторюсь, лютая классика. Помимо того, вот этого самого безумного японского флёра на лёд всякой историчности, этим ножам добавляют, конечно, ножны. Здесь у нас и микартовые пластины, и из дерева они делаются для этих ножей. Здесь кожаное широкое ухо, здесь стандартная шлёвка, которая нам известна по всем другим ножам, да, у нас есть такая вот кнопочка, и вроде как нож держится. Но рокстиды же не были бы рокстидами, если бы не стали изгаляться ещё и надножными, потому что вот здесь есть эдакий предохранитель. Вот этот маленький бегунок, если его поднять наверх, он будет держать нож в расхристанном состоянии, т.е. вот так вот он у нас не вывалится. Там внутри специальный механизм, который этим эксцентриком запирает клинок так, чтобы он не выпал, чтобы эту дорогущую штуковину на большом пикнике вы не выронили. Эти ножи, на самом деле, приобретают и охотники тоже, потому что, как мне говорил один не самый бедный охотник, говорит, когда у тебя бинели за 2,5 миллиона рублей, а кизляр за 400 рублей, почему-то на пояс вешать не хочется, как-то неправильно. Это как шины Кама на Майбахе. Получается, что эти ножи тоже рано или поздно поле всё-таки видят. Поэтому есть предохранитель, чтобы он не вывалился, а если бегунок опустить вниз, то он вполне планомерно вываливается, ну или освобождается для того, чтобы его аккуратненько вытащили. Эта моделька называется УН и производится в двух видах. Вот такая вот беленькая и вот такая вот тёмненькая, с тем самым покрытием, про которое я уже рассказывал. Вес – это надёжность. Отлично. Просто прекрасно себя в руке чувствует. Смещены вставочки, одна повыше, другая пониже. Да, классик, как у катаны, должно быть два шпенька и закрыты вот этими хитрыми мынуками. А это верёвочка синтетическая. Да, верёвка синтетика, причём не знаю, что лучше, ХБХ сильно впитывает всякую биологичность, и на самом деле, наверное, это всё-таки позиционирование под охотничьей, нож для того, чтобы животные жиры, кровь, масла, всё это не заходило в ХБшную ткань и потом, простите за выражение, не воняло. А так очень ухватистая штука, причём что на проникающее, что на вынимающее движение. То есть, не дай боже, что его и воткнуть, и вытащить тоже очень удобно именно за счёт вот этих вот бугров, которые обеспечивают именно эта самая тесьма. Мы его чётко берём и при необходимости, чуть смещаясь, вытаскиваем вот таким вот образом. Заточка, полировка, отвал башки, красота. И пяточка такая основательная вещь. Причём рокстиды, не стесняясь, его прям тактическим всем из себя представляют, то есть, вроде и охотника, может быть, они и какое-то военное предназначение им делали. Вот этот вот хлястик-то тоже нифига не декоративная штуковина. Этот шнур на хвосте ножен, если вы видите нож с такой вот деталью, это сделано для того, чтобы в висящем положении, когда он у вас на ремне, вот эту вот часть завязать вокруг бедра, чтобы он не хлопал по бедру, когда вы бегаете, и чтобы не цеплялся за всякие кусты и всё остальное. Это вторая часть фиксации ножа на вашем поясе. Независимо от того, рокстид это или нет, если есть такой хвостик, то это за этим. Если не знаете, куда привязать, то я рассказал. Ещё один фикс называется дон. Вот уж не знаю, какое отношение имеет дон к этому ножу, но это уже, вот если это у нас оголтелая японщина, то при, в принципе, на том же самом клинке сделан вполне европейский охотник. Независимо от того, что у него те же самые классические ножны с тем же самым стопором, это уже форма классика. Уж не знаю, можно ли его назвать европейцем или американцем, но и затыльник, и гарда, и вот эта волнообразная выточка по рукояти, вполне европейщина. Здесь наборная деревянная рукоять из пластины Иранвуда, по-русски Иранвуд – железное дерево, высокая плотность, абсолютная невосприимчивость к воде и очень кайфовая тактильность, могу сказать. Даже позволь себе варежку-то снять и деревяшку-то мазать можно. Действительно, все вот эти насечки, я уж не знаю, вы считывали их математически или нет, но всё построено так, что он очень подлипает к руке и очень классно в руке лежит. Кулачок у меня маленький, к сожалению, не знаю, как это должно сидеть в руке у здоровых дядек, но нож чертовски удобный, стоит неприличных денег, но, повторюсь, кто может себе позволить хороший, замечательный предмет из вооружения а-ля ружьё за N миллионов рублей, наверное, тот может позволить себе и такой нож в комплект к нему. Или же просто это может оказаться жемчужиной коллекции и никогда поля не видеть. Такое тоже бывает. Вот, даже не знаю, наверное, предложу тоже опробовать и даже сравнить в руках, как вот одна и вторая, и вот... Сильно по-разному, очень сильно по-разному. Какой из них будет интереснее в работе? Мне бы этот больше понравился. Этот экзотичный, а этот правильный. А этот правильный. Прелесть. Железное дерево, то есть по-русски самшит. Самшит белый, самшит белый, красивый. Нет, айронвуд у нас, к сожалению, не растёт, самшит, подозреваю, тоже только из Азии. Плотность примерно та же. Самшит интересен, но он белый, и в рукоятях его не очень охотно спрашивают. Если интересно нашему зрителю, был такой нож, может быть, Google вам поможет, назывался «Товарищ Сухов». Из самшита была шикарная рукоять «Белое солнце пустыни», там Сухов был вырезан именно из самшита. Уж не знаю, в чьей коллекции осел. Приятный. Ну и цена, конечно, впечатляет, да. То есть, Беркут таки увидели, да? Не знаю, попадёт это в передачу или нет, но сейчас спецпредложение 377 тысяч. Буквально на днях стоило 444. От души. И что же у нас осталось? Осталось у нас два ножа, которые совершенно выбиваются из классики Рокстида. И, наверное, начну я с вот этого ножа, который называется Сай. Меня лично он крепко удивил именно обработкой рукояти. Здесь вот такая очень топографическая фактура, скажем, перепады высот, всё это анодировка, очень красивый сиреневый цвет. И тот самый клинок из стали с ЗДП. 189, калёный на 67 единиц. Вот будь моя воля, сейчас бы я что-нибудь стеклянное поразделывал бы. Это очень красивая механика. В ножемире есть такая известная компания спайдерка, её все знают как… Есть такое понятие спайдерклац. То есть, нож можно услышать, что это спайдерка по звуку открытия, очень вкусный клац происходит. Вот в этом ноже тоже вот этот Рокстидклац присутствует своей вкусностью в обоих положениях. Он и открывается, и закрывается с очень специфическим звуком, который… Это та точность изготовления, которую ты ощущаешь на уровне микроволн. То есть, тот орган чувств, который не должен оценивать нож, он тоже вдруг включается и понимает, что вот оно, вот это именно то, что должно быть. Нож комплектуется вот таким забавным чехлом из кожи изначально. И помимо того, что это кайфовый нож, он уже полностью готовый к использованию изделия. Отсутствует клипса для того, чтобы носить его в кармане. И этот нож предназначен для того, чтобы висеть на ремне и вот издалёка показывать, что я владелец очень ценного, очень красивого и очень душевного ножа, который сделан с абсолютно чёткой любовью. Вот прямо в каждой линии, в каждом звуке всё-таки в нём что-то есть. Так, я бы сказал, маслянисто щёлкает. Вкусный такой глубокий звук, и понимаешь, ухом понимаешь, как устроен замок изнутри и снаружи, т.е. и в открытом, и в закрытом положении. Где, что, куда вщёлкивается, как это происходит. Рукоятка, да. Очень и очень технологичная. Хорошие станки производят, граждане. Хорошо показывают, как станки производят. Вот хороший повод купить станок от Рокстера, потому что они товар показывают лицом, наши станки умеют вот это. Очень удобный. Несмотря на то, что чертовски компактный предмет, как-то понимаешь, что он всё-таки для работы делался. Почему вот цена такая? Нет бы всё-таки бюджетную какую-то линейку заложить и сделать, потому что формы действительно очень… Это вот как с автомобилями. Хотите всё, будет дорого. И формы отличные, и идеи отличные, и технологии безумные. Да, наверное, это должно стоить безумных денег. Соглашусь. Потому что всё-таки вещь практически идеальная. Да не практически, правда идеальная. На удивление могу сказать, что все ножи практически рокстидовые имеют отверстие под темляк. Что это за зверь такой? Темляк – это… Ну, раньше в советское время у нас это называлось просто петелька, тренчик, для того, чтобы на кисть одеть и ножик не потерять при работе. Потом темляки превратились в отдельное искусство, и это обычно такой верёвочный брелочек с какой-то бусинкой, с каким-то узелком, чтобы нож было удобнее выдернуть из кармана или из сумки. Казалось бы, совершенно лишний предмет на дорогих ножах, но рокстиды почему-то вот это отверстие упорно себе ставят и говорят о том, что если вы полный перфекционист, и вам вот 99,8 целых, и вот две сотки вы не добираете до 100% удовольствия от этого ножа, вы можете ещё и прикрутить к нему темлячок, чтобы картина была завершена полностью. Вот такой клёвый сай в очень компактных размерах, очень ухватистый, очень правильный, и фактура, чёрт возьми, полное ощущение, что кто-то из юго-восточных братьев, буквально соседей рокстидовых, вот-вот должен сперить эту фактуру, потому что очень она ухватистая, интересная. Все эти насечки, да, казалось бы, обычно мы имеем насечку классическую, а здесь на ЧПУ всё равно, что строгать, хоть так, хоть поперёк. А вот очень интересно и в, опять-таки, в пихательных моментах и выпихательных, и тянуть, и толкать этот нож очень и очень удобно, при этом он выглядит абсолютно безумно, действительно, фактуры очень и очень крутые. При этом кажется визуально, что очень толстая, непонятно зачем, а в итоге в руке лежит, как влетает. В руку садиться, на удивление, да, действительно, толщина очень приличная, даже если посмотреть с соседом таким же, чуть ли не в полтора раза, а так в руку акеродимый вещь. Ну и, наверное, самый большой складень в сегодняшнем обзоре, и его я специально оставил на вкусное. Это произведение Рокстеда по дизайну белорусского мастера Дмитрия Сенкевича, Диму я знаю сам, общались раз несколько, и к его ножам любой нажиман рано или поздно начинает относиться с трепетом. Первые вопли – вай, почему так дорого, второй вопль – да он делает какую-то фигню, а третий вопль – боже мой, я снова хочу Сенкевича. Компания Рокстед одна из первых поверила в гений Димы и сделала вот этот вот замечательный нож. Это шун, так называется эта модель, это один из самых больших складней у Рокстеда, и он прекрасен во всём, именно поэтому я его оставил напоследок. Ну, наверное, просто потому, что мне он самому безумно нравится. Предмет очень технологичный, здесь у нас титан на рукояти, ЗДП на клинке, и в каждой линии, в каждом движении здесь видна рука именно Сенкевича. Почему Рокстед вдруг в него поверил, я не знаю, это сугубо их внутренние японские разборки. Есть один странный момент. Рокстеды очень любят классику, и они в этом ноже не использовали один из ключевых моментов, который Дмитрий закладывал изначально в этот дизайн, это должен был быть флиппер. Что такое флиппер? Это нож, складень, у которого в закрытом положении вот здесь со спинки выпирает небольшой хвостик. Мы его дёргаем указательным пальцем, и в этом положении нож должен был вот так вот выстреливать. Один из французских почему-то журналов в год, когда этот дизайн продавался Рокстеду, даже публиковал изначальные чертежи этого ножа и показывал, что именно этот дизайн уходил в Рокстед. Но Рокстеды сказали, нифига, мы парни классические, и этот флиппер аннигилировали. В итоге получился вот такой безумно красивый длинный нож обычным фолдером, с тем же самым фреймлоком, с той же самой системой сухаря и титановой рукоятью. Он, несмотря на размеры, весьма лёгкий, потому что внутри у него ещё посажены, выбраны углубления. То есть, помимо того, что очень лёгкая рукоять, она ещё там внутри имеет такую сотовую систему. И чертовски удобный и крупный складень. Тот момент, когда вспоминаешь пословицу «Если сделан нож с душой, значит, будет он большой». Несмотря на визуально большой размер под наши руки. Он совершенно удобен всем, в этом и фишка Сенькевича. Не знаю, почему он делает маленькие ножи, делает большие ножи, но получается, что в любую руку они залетают так, как надо. А вот огрехи варежек, нет бы в босую руку, страшно брать. Да. Как всё хорошо сделано, форма у клинка. Да, форма как у того самого нового ножика с батонлоком, который толерил, толерил, вот с таким же острым. Надпись присутствует «Сенкевич дизайн», Дмитрия можно только поздравить. Да, вот такой белорусский мастер, который шагнул в мир ножей, и Рокстит, и Зеро Толеранс, и ещё некоторые производители крепко думают, чтобы взять его дизайны. Наверное, это первый случай из советского постпространства, когда кто-то из СНГ, даже, скажем, из таможенного союза пробился на международную арену. И, действительно, очень уважают и покупают по всему миру. Как хорошо замочек-то сделан, а? Ну, вообще, тоже с клипсой, чтобы ножика было не видно. Да, максимально глубокое положение. А вот эти вот зачем такие двички? А это хитрые боночки. Вот эти перекладинки называются бонки. Ключевых бонок здесь две, а мелкие, я так подозреваю, это просто подстраховочные СНГ. Как это? Почему вы это сделали? Потому что мы это можем. Хотелось мелких деталей, они эти мелкие детали положили. На самом деле, очень порадует, если в комментариях к этому видео мы узнаем ваше мнение, зачем всё-таки в этом шине от СНГ вот эти маленькие бонки, которые совершенно 0,8 толщиной и почему-то парно выставлены здесь и здесь. Первое, что мы с тобой узнаем из комментариев – какие мы с тобой подонки. В то время как страна задыхается под тиранией, мы с тобой такие ножи разглядываем. Мы очень стараемся вкусного донести до зрителя хотя бы так. «Поверьте мне, даже я тут просто сижу в варежках и в эти варежки потею, когда беру всю эту прелесть в руки». Времена бывают разные, времена бывают тяжёлые, хорошие. Информация о том, что хороший французский 40-летний коньяк – это вкусно, вам всё равно никогда не помешает. Информация о том, что Рокстит – это шикарная компания, которая производит безумно красивые ножи, которая не гнушается сотрудничеством с простым парнем из города Минск, которая производит безумно красивые, безумно качественные и вылизанные во всех смыслах ножи, вам тоже никогда не помешает. И мы же любим смотреть передачи про дальние страны, до которых вряд ли когда доберёмся, но надеемся, что всё-таки доберёмся. Так вот, и сегодня была передача о том, что красивые ножи есть на горизонте, и есть смысл о них мечтать. Почему бы нет? Натуральное произведение искусства во всех аспектах, причём даже стартовый щелчок. Стартовый, не говоря про финальный, даже они прекрасны. Молодцы, парни. Высокие технологии именно в этом и заключаются, что в каждом движении, в каждой линии и даже в каждом звуке ты это искусство получаешь. Повторюсь, в 40-долларовом ноже вы этого не поймаете, и в 140-долларовом тоже, а здесь всё-таки есть. Пойдём считать деньги, две вещи. Спасибо, Алексей. Очень интересно, познавательно, красиво и вообще. Приходи к нам ещё. Спасибо. Категорически. Позовёте, обязательно буду. Спасибо. Спасибо. А на сегодня всё. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну какие-то мега-станки вообще. Как говорится, ядерный взрыв пошёл им на пользу. Субтитры сделал DimaTorzok